Мы рассказывали о сервисах, которые могут преобразовать аудио в текст. Теперь в обратном порядке. Допустим, вы лучше воспринимаете информацию на слух, или просто хотите сэкономить время, чтобы пробежаться по какому-нибудь длинному отчету, не отрываясь от повседневных занятий. Решения есть. И даже несколько. Начнем со спичифай. Конечно, самые интересные и самые проработанные голоса находятся в премиуме. Вон даже Snoop Dogg тебе может зачитать. Но интересно, что спичифай может в бесплатной подписке. Есть большое разнообразие версий, но, поверьте мне, для смартфона явно проигрывает. Попробуем веб-версию приложения. Я, кстати, качал для десктопа, но добавление файлов и прочие вещи отсылают к веб-версии, а само приложение как удобный проигрыватель. Быстрая регистрация и вот такая основная страница. Начнем тест с большого PDF на английском. Бесплатно на выбор есть несколько голосов с поддержкой ИИ. Свой голос в премиуме, а также есть выбор разных голосов в зависимости от языка текста. Пусть будет Нейт. А Нейт хорош, даже с интонацией. Теперь тот же документ, но на русском. Выбираем русский язык, и вот тут ждет первое разочарование. В бесплатной версии только Милена, и никакого ИИ ей в помощь. Пакт во имя будущего один. Мы, главы государств и правительств, представляющие народы мира, собрались в центральных учреждениях организации объединенных наций, чтобы защитить потребности и интересы нынешнего и будущих поколений. Какая безэмоциональная Милена. Срочно на учебу к Нейту. Кстати, а как он справится с текстом на русском языке? Как американские гангстеры в боевиках. Но к интонациям вопросов нет. Можно добавить текст по ссылке. Давайте попробуем вставить ссылку на этот же документ. Открывается, и никаких проблем. Также можно вставить ссылку просто на сайт. Открываем Википедию, распознает как текст и читает. Название энциклопедии образовано от английских слов вики-вики, в свою очередь заимствовано из гавайского языка, в котором оно имеет значение быстро, и энциклопедия, энциклопедия. В тест я включил художественный текст, пусть его тоже читает Нейт. И обитатели пригородного морского курорта, большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, поспешно перебирались в город. И последний этап теста, возможность сразу отсканировать текст с печатного носителя и прочитать. Думал, как я буду сканировать с компьютером, Спичифай решил за меня. Нужно перейти в мобильную версию. Скачал, попробовал, сканируется камерой, распознается легко, и никаких проблем. И, должно быть, говорил не совсем внятно, но как же приятно было вновь услышать ее голос. Казалось, она тоже рада. Она согласилась повидаться со мной. Стоимость премиума от 11,5 долларов, если брать сразу в год. Краткое резюме. Спичифай, английский уверенно, с русским тяжело в бесплатной версии. На очереди еще одно решение. И скажу сразу, меня оно просто поразило. Ридер от Eleven Labs существует в версиях для смартфонов. Устанавливаем, отвечаем на несколько вопросов и пользуемся бесплатно. Давайте сразу посмотрим, как он справляется с русским языком, потому что это и есть главное отличие. Загружаем PDF. Есть голоса на выбор, и пусть не смущает, что нет русских имен. Выбираем любой. Пакт во имя будущего и приложение к нему. Пакт во имя будущего. Первый. Мы, глав государств и правительств, представляющих народы мира, СО, брались в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. По-моему, шикарно. Проблемы только с переносами, на них запинаются. Прям не терпится доверить ему художественный текст. Ну и попробуем другой голос. В середине августа, перед рождением молодого месяца, Вдруг наступили отвратительные погоды, Какие так свойственны северному побережью Черного моря. Магия. Бывают, конечно, оплошности с акцентом, было при тесте, Но в целом магия. Теперь английский язык. Акшн 8. Мы получим гендер-эквалидность и поддержку всех женщин и девушек Как важная поддержка для прогресса Вся всех ценностей развития и таргетов. И снова никаких проблем с английским. Потому что проблемы возникли при добавлении ссылки. Как ни пробовал, и вставить, и поделиться, как он просит, Ссылку на PDF прочитать не смог. А вот просто со страницей справился. И давайте еще один голос послушаем. Название энциклопедии образовано от английских слов вики. Вики. В свою очередь заимствовано из гавайского языка, В котором оно имеет значение быстро. И энциклопедия. Энциклопедия. И напоследок сканирование. Тут тоже никаких проблем не возникло. Кстати, если узнали, что за книгу сканировал во всех двух случаях, Отпишитесь в комментариях. Интересно. Как вы видите, опять подтверждается истина, Что для конкретных задач нужны конкретные решения. Да, в некоторых моментах эти нейронки уступают профессиональным актерам и дикторам, Которые озвучивают художественные тексты. Но, во-первых, для экономии времени их вполне достаточно. А, во-вторых, еще год назад никто и предположить не мог, Что нейронки могут читать так круто. Вопрос времени. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий.